привет друзья с вами флок долго откладывал продолжение сериала сакену поскольку мы начали посмотрели целых 6 серии кто-то все-таки ждет хотя просмотров у него довольно немного относительно других сериалов его нужно досмотреть так что посмотрим две серии может быть больше не знаю как пойдет обещать не буду увидеть тем название ролика поехали я даже не помню на чем закончилась 6 серьезно сейчас будем вспоминать две недели назад последний раз записывать а семью многодетного по неба заходить заходить заходите чё уверен и здравствуйте как вы себя дома чувства какие сладкие здесь ничего страшного дети же слушайте у меня такая идея давайте ничего страшного ничего как вас дела хорошо как вас зовут мадина мадина я вам хочу сразу сказать то что вы сюда ко мне попасть не могли это не моя ошибка просто работы дофига не успеваю сто двадцать килограммов есть представляете 100 килограммов встал ну а это мои проблемы да сразу говорю извините ну давайте рассказывать совет сам отвеч я многодетная мать у меня пятеро детей мой муж инвалид 2 группы так как его не берут на работу мне приходится одной сюда себе тащить хорошо но продукты хоть хватает я к вам с другой проблемой дело в том что мы живем в однокомнатной квартире моего дяди наш дом слишком старенький уже еле держится из-за постоянной сырости у меня дети часто болеют по барабану прихожу все время макимати мне обещали помочь но я таки не дождалась помощи просто если вы сейчас мне не поможете то мне придется писать в кмб прокуратуру куда-то подождите почти мадина жена мадина вы конечно не торопитесь то во первых призем вам не поможет 18 миллионов человек каждому же не будет помогать правильно не успеет физически не успеет кмб у него и своих проблем выше для этого мы и мы я районная ким вам помогу чего переживает просто то что вы ко мне не могли попасть но есть у меня таки не недобросовестные сотрудники ну бог господи бог судья понимаете вам надо дом починить починить надо и за ремонт сделать ремонт сделать все что нужно мы сделать я вам обещание надо какую прокуратуру жаловаться президенту тем более там у него делу вы не переживайте я вам обещаю как районная ким мы вам все сделаем хорошо конечно правда пойдемте я детишек конфетами угостим не переживайте все под контроль возьму я вам обещаю все будет хорошо спасибо это ваша рах ваш рахмет это лучшая благодарность для нас вычет ваша рахметку уху чела ганнам баста тык племел еще платье купила себе лучше чем у моей секретарши ну это как будто ни хрена нету 4 всех при многодетных мам буду бояться что надо что-то решать алла салам алейкум брат наложил дай по этому объекту все в принципе понятно но все три школы должны открыться до первого сентября потому что школах мест не хватает это большая проблема нужно решать поэтому все нужно сдать и сделать быстро и качественно когда закончите ну удавали задание закончить до 1 сентября но у нас как бы проблемы цены растут каждый день арматура дорожает кирпичи тоже дорожают я не понял какие у вас это проблемы проблемы с финансированием долга если вы каждый раз будете нам создавать проблемы то я думаю это можно решить так чтобы вы больше не работали на нашем районе уже не первый год с нами работаете и прекрасно знаете что у нас всегда есть объем тем более все крупные подряды получаете вы если не хотите работать то так и скажите без проблем найдем других подрядчиков хорошо мы решим этот вопрос последнее время когда у нас начинается разговор у вас всегда проблемы по деньгам долга вы скоро доиграетесь если вдруг акиму не понравится ваша работа попиняйте на себя я говорю у нас действительно проблемы с деньгами я еще раз говорю как говорил макеевский с деньгами любой дурак сделаю а мы вам деньги вовремя да и правильно так что все объекты сдать в срок но махой вандар я вот эти столбы именно выставили да да вот эти все столбы мы ставили не пойдет салай салай вообще не пойдет зачем нам ставить то что уже давно в прошлом денег же нормально выделили правильно старые опоры надо будет поменять и демонтировать их нужно а по освещению подумайте все через неделю приеду проверю учетом у тебя у меня серьезно все говорят за на кмб взялась с чего ты делал чувствую какой-то чувствительность то наверное это больше само внушение вообще у госслужащих есть такую они всегда боятся что кто-то за ними следит братан я не взял конечно потолка конечно мне там люди подсказали слушал такого тоже конечно просто так не бывает конечно раз тебя еще не взяли значит еще в разработке а может вообще просто слух тупо и все дай бог что это был просто слух уже переживать и пишешь а что ты переживаешь есть за что что нет нет ничего точно там были конечно какие-то там по мелочи еще своя по мелочи если было бы нашим за тобой не взялись понимаешь если что-то было то лучше сейчас мне расскажи я же твой одноклассник а потом поздно просто будет про занятие конкретно говорю вот такие как по мелочи конечно же не такие по мелочи были что-то такие серьезные трен такого ничего не было то есть я всегда стараюсь работать во благо народ слушай мне без разницы каком качестве в эту школу строить там главное бюджет выделили ну и все главное стройте а насчет документов не переживайте их же сам подпишу вроде бы у нас все нормально вот новые трубы только поставим и все с ума сошел на хрена новые трубы вот старые же есть вот их демонтируйте заварить и все это лично видеть что первый день там есть доли вам больше достаточно больно что думать в принципе нормально и лампочки лампа мне чтобы народ не жаловаться еще не ну по смете сделала как будто полностью поменял он первый день замужем что хомяк стала раньше до тендоров не не был в тарсы на коке грею саят сама то есть благодаря вам мы все-таки получили эту землю теперь насчет самой стройки можем ли мы получить небольшую отсрочку слушать я же вам сказал вот 50 лет стройте мне без разницы я вам землю выбил главы вот и все дальше мне не касается я же сказал полин хоть убей отече ничего не помню ну были там мелочи конечно ну там саят ты мне вот такие вот дешевая не пихай дома будешь рассказывать лучше сейчас помни просто и все потом поздно будет давай давай вспоминай опять вы к сожалению да сколько тут гектаров тут 55 гектаров земли в центре района когда получили 2015 нас там а сейчас какой вот вроде бы 2020 вот пять лет земля стоит просто так почему ничего не делайте ну вот как раз только и делаем решаем этот вопрос долгат ты когда получал землю ты чё нам и обещал ты сказал что будешь здесь строить частную школу и садик правильно только поэтому тебе дали землю тогда мы просто слушай сюда давай так договоримся если в течение месяца ты не решишь проблему то ты будешь судиться со мной как тебе он понял я тебе серьезно говорю я просто возьмусь на себя ответственность и заберу земельный участок в пользу государства и мне наплевать на кого ты надеешься понял еще раз повторяю ползат месяц если будет тишина хайрат там будешь докладывать мне хорошо понял просто приду и отберу надоело уже вас просить умолять раз ты взял на халяву землю так работой слушайте они кажется что ситуация выходит из-под контроля вот я думаю если дождь пойдет у нас уже не будет таких проблем как раньше потому что мы арки расширили и сделали все очень качественно ну видно что работа сделан на совесть я конечно понимаю что с экономической точки зрения невыгодно и по карману бьет да очень бьет ну как говорится обязательство есть обязательство и на улице байгазиева переделайте арки также конечно я даже не опираюсь все переделаем все будет в лучшем виде кстати напротив супермаркета салем арки выделали нет там это же не имеем там как раз мы делали почему-то вообще не удивлен вот там надо будет арки полностью переделать смысле полностью переделать если вы там еще еще не смотрели а я несмотря уже знаю толкат вам был нормальных людей получится работать и мне вообще интересно как вы тендеры выбивали и у нас скоро будет очень серьезный разговор она толкат али под контроль возьмешь все работаете давай срочно увидеться надо все 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 вспомнил был косяк был честно скажу был там короче один дедушка есть инвалид короче ему надо было помочь он без очереди квартиру не мог взять и я короче сочи саят ты че мне пургу несешь я же тебе по делу говорю если за тебя кмв взялось все тебе кранты завтра понимаешь я тебе тогда уже не помогу я че ты хочешь от меня и не понял все чиновники так двигаются каждый по че ты хочешь на метро двигался что ли я тоже хочу в роскоши жить на машине двигаться че медиа на зарплату двигаться что ли и народ живет же на эту зарплату кредиты платит налоги платят с этой же зарплаты и никто не подох с этого да мне похуй на этот народ я по своему двигаюсь а ты думай об этом народе это твоя прямая обязанность понимаешь думаем думаем да ни хрена ты не думаешь я знаю что ты задумал ты хочешь чтобы я взял за тебя там пошел распедалился а ни хрена такого не будет понятно во первых у меня сил не хватит во вторых у меня принципы я не хочу об это сейчас мараться у меня семья дети так же одно все не горячись ё-моё чё предлагаю сделать а а способ что за срочность ходи с таром поговорить можно перекусить когда как совет нормально постоянно напряженно но работаем не хрена тут цены до что долго тебя анти утро вернуть дороговато чуть и нам будет тут скоро дорого мы же медуазома то не угомоним смысле да в прямом он сука нам акты приема подписывать не хочет мозги парит вы про это да они переживайте скоро его уволит вот причину найдем точно ты уверен конечно думаю совет скоро его уволит слушайся а то есть он его уволит может попал скажем что никакой кнб за ним не следи да просто странно что он его еще не уголил вот твои друзья гнилые твари специально напугали ради своей выгоды так что ли не так можно же как-то круто сделать ну например мы ему дадим понять что мы через свои связи все его проблемы решили а он нам вместо этого как благодарность пару жирных тендеров если так то можно верить индивиде неплохая значит попозже ком официант суверис осна слушай закажи что хочешь я заплачу нет точно запустили да тогда точно такой же стек медиум был сперва это азамата на того когда я сегодня же начну вокруг азамата интригу чтобы его быстро и уволить но это вообще у меня хрена и прав надо этого забава убрать а потом видно будет официант можно воды слушай я и так знаю что мне езда надо блин нагнетать нету лучше скажи что мне реально делает короче сейчас буду все говорить ты запомни ты если ты в разработке значит тебя слушают а значит машине тоже лишний раз рот не открывай потом в одно и тоже кафе не ходи дома тоже стопроцентно слушаю поэтому все свои движения забудь то что что-то будет предлагать всем отказывать желательно на работе тоже кадровой перестановки сделай потому что если не через себя через твоих этих кадров будет решать вопрос давай без саята саматовича решим на своем уровне итоге это тебя коснется они будут пытаться информацию выбить из твоих ближних родственников подчиненных подрядчиков понимаешь брат ну я в них уверен это же мои родные сахи ты чё блин ты ребенок что ли блин завтра твоих родных закроют на первом же допросе не расколется все о тебе расскажет еще и сверху добавят твои родные джинсмэп кшитэйбаласмэ вот раз насосан сиуда мангрэп родные деп им нечего терять они максимум не знаю условку получит и все а тебя закроют на 7 минимум лет все все эти полу да нет там опять какой прикол либо натуре кмб только по другим не по его душ давайте дальше 8 серия ну так ничего знакового в принципе в этой серии не было давайте посмотрим восьмую посмотрим что там как там и пьете сейчас возьму вас закрою нахрен будете сидеть в опорке так стоять там походу прикол да было-то алкаши там сидела кмб я сказал котток с хайда кмб на алкаш я учили сидите пьете сейчас возьму вас закрою нахрен будете сидеть в опорке пошли вон отсюда заебали эти менты нахуй подожди я уже бомжей боюсь всех боюсь братан у меня депрессия не смешной ладно поеду я мне сейчас с многодетной мамой надо отработать молодец уже исправляешься ладно с кмб больше не шути название три буквы пожалуйста слушать я сначала подумал что это тойота блин едет блин белая читаю ну мы смотрели он с вами шейкер да там тоже тойота белое везде что белые тачки но нет ну вот шеф это еще такой большой это полет что на нет это дом походу давно ремонта не первым последний раз все там походу делали здрасьте здрасьте кошки линзир уходите а собаки надеюсь нет и чё по шеф как и сумок тут детей нечем кормить войнусь и не утрена утрируете кинем мастер-спорт проходите только не развойтесь все хорошо ясно несколько комнат 1 ах я просто тень вижу думал дверь а дети где кушают здесь и кушают ну и спят ну здесь а мой цели тоже здесь короче все здесь да а по госпрограмме не пытались в очередь вставай вставала только кажется это бесполезно как это понять бесполезно я в прошлом году свою очередь проверяла были двести тридцать четвертыми в этом году проверила почему-то оказались 445 что за брехнеет азама саяцем отвечу знаете у нас по моему очередь назад идет с такими проблемами многих кто сталкивается значит надо разобраться разберемся личный контроль пони и в садике и в школе почему-то очереди назад отходят ну говорят если в акимате иметь знакомых и дать 500 долларов то эту проблему можно решить а кто это вам сказал да все так говорят ну кто конкретно делегирует он точно об этом все знают на других поход так и получается да замок то есть он должен говорить у меня все знают а он на другие я почему-то не знаю разобраться под свой контроль прям хорошо все разберемся шаг я вам как правильно обещаю что ремонт сделаем хороший и детей ваших куда надо устроим правда спасибо большое а то я уже здесь никому не верю ну если сайт саматович обещает он всегда делает так конечно замок конечно ну ладно тогда все а где туалет вас ну вон там только осторожно он еле держится это мы дотерпим ладно до свидания со волос со волос надо разобраться дома так не пойдет все шеф помню а я моя прям как жизни вроде все идеально но из-за каких-то двух гнид появляются ли проблемы ох блин сериал закончился но хотя бы здесь насчет улиц мы этот вопрос решаем да зачем тут улица а кстати мы уже улица переименовали клай переименовали сула оказывай соседнем районе есть люди которые более ответственнее выполняют мои просьбы ладно но это уже решили тем более за вашу за это пробивал говорят на какой-то трусливый стал да мы тоже слышали кажется под ним кто-то копает ладно это его проблемы так у меня к вам просьба ребята да вас уж один мой друг хочется открыть сауну в этом районе нормальным сам с девочками и там стриптиз все дела короче ну вот городе меня с проверками достанут вы сами знаете а у вас район новый пока они доедут до сюда можно нормально поработать у нас есть одно здание который мы арендуем и оборудуем под сауну но только рядом с тем зданием стоят два дома значит соседи будут жаловаться даже а меня этого не надо вот поэтому вы должны объяснить народу что это делается для их блага ну по ушам надо пройтись твои друзья сакимата умеешь это делать то я думаю ага да этот вопрос можно спокойно решить лучше я там сделаю площадку никак там вы там делаете то она многое трек я сделал нормально площадку для народа елочки посажу чтобы мои девочки она чем выходили дышали свежим воздухом даже жан я не такая перестань меня сравнивать с ними я нравится нравится они вы что они не нравится вообще не нравится значит ты хочешь сказать у меня вкус плохой да нет нет ни в что у вас хороший вкус видишь какой-то нестабильный то нет туда безответственный владик то тебе как нравится я жила других чужие девушки не смотрю воспитание позволяет о чем в клубе в ряд он да я просто подавился известно что попало а мы решили все давай же это в эту сауне будут работать девочки и один мальчик то есть ты мы тебя отправишь таиланд там операцию сделает тебе ты будешь обслуживать других мальчиков такой же ситуации стоит я не шучу по джонсу мне не получилось всегда идея знаешь жизни так есть не хочешь чтобы у тебя все получилось нужно сильнее загибаться вот так ну давай попробуй видишь ура пикетиво порвали а чё стоим вчера снял многодетной мамой решить вопрос я не понял ты чё стучать научился что смысле я не знаю кто вам это сказал но я в жизни о вас плохого не говорил вот тем более не не стучал ты слышь придурок я тебе в прямом смысле говорю ты же никогда в дверь не стучал так заходил ты чё последнее время тормозишь бухал что ли чё нет давай иди видишь разговариваю хорошо короче вот этот многодетной маме который мы обещали ремонт сделать надо сделать так что прям под свой контроль ладно без проблем но сайт саматович знаете это только одна мама а у нас таких мам очень много тем более кроме многодетных мам у нас есть и другие проблемы в садике больницы общите по ним у нас всегда были вопросы я бы решил эти вопросы узнать у меня руки завязаны мне просто руки развяжите я попробую решить эти вопросы кто тебе руки завязал как-то это я не знаю даже первый раз такое слышал от тебя не знаю даже поверьте мне когда я к ним заезжаю с проверкой у них всегда какой-то начальство сверху ну и всегда есть кому позвонить так азамат я тебе так скажу я не знаю кому не там звонят но у меня есть и встречное предложение а давай сделаем так как сказать ты будешь моим помощником как тебе такое предложение я да но у вас же дауреность даурено это кто это туда-сюда документы там принеси подай тем более видишь он чуть туповастенький а ты вот прям к дым где не помощник правильно будет советник вот будем советоваться с друг другом так сказать будем бороться с коррупцией с коррупцией будем бороться в нашем районе понимаешь как бы у нас у обоих как бы одни цели мы хотим поднять свой район искоренить коррупцию правильно как тебе мое предложение быть советником в принципе я не против тогда для начала обеду все садики нашего района отлично туда меня дошло что ваш садик очень трудно устроить ребенка да детей очень много мест не хватает но это понятно но при этом те у кого есть деньги не замечают этого и без проблем устраивает сюда своих детей причем без очереди ну почему сразу те у кого есть деньги а это у вас надо спросить почему и дурочку тут не надо включать я прекрасно понимаю все эти моменты и после садиков поеду в районную больницу отчет тут у вас такая очередь на узи больных много аппарат один а почему у вас аппарат один а через дорогу стоит частная платная клиника там вот четыре аппарата узи даже не знаю я вот знаю потому что те аппараты которые стоят там должны быть здесь и вы просто сдаете их в аренду и получаете за это деньги как это можно понять аппарат всегда был один даже районные аким курсе причем тут районный аким сейчас я с вами говорю вы чё тут устроили это же больница думаете я не знаю что вы тут мутите если не хотите лишних проблем сделайте все как должно было быть и мне без разницы кто там в курсе а кто нет немедленно решить вопрос понятно и кстати с участковыми надо будет лично поговорить а то предприниматели жалуются ясно просто ага они здесь постоянно мусор оставляют соседей жалуются слушай что ты мне тут рассказываешь я с ним переговорил и вот документы они мусор вывозят каждый день и не знает откуда появляется весь этот мусор а я знаю это все ваших рук дело вы каким-то образом оставляете тут мусор собираете жалобы людей и штрафуете а после этого у кого будет желание работать скажи мне и они о молжок у вас просят помощи вы конечно помогаете но не бесплатно же так ведь то же азика вы чё думаете я не знаю все эти ваши схемы короче хватит душить предпринимателей им и так нелегко если еще раз услышу разговор будет другой понятно хорошо а после больницы и участкового тебе надо бы заехать туда как там где там проблемы были чем обжить их обжить и вот и прекрасно поешь в обжитии и там на держи спасибо конечно зачем мне календарь а там указаны ваши дедлайны может хотя бы так ты поймешь что у тебя проблемы со сроками и слушайте вам не кажется что у вас до хрена объекты и все ваши объекты проблемные вообще-то по тем объектам мы все решили как бы решили нет по тем объектам и еще будем решать когда ремонт должны быть сделать в общем смотрите у нас тут в общем по бюджету как при чем тут бюджет у вас везде кроме вас кто-то виноват вам же бюджет выделили а толку короче по бюджету мы с вашим руководством решили чем тут мое руководство сейчас я спрашиваю где бюджет но судя по состоянию этого здания бюджет использовали не по назначению правильно вы чё делаете вы сами могли бы жить в таких условиях да да нет конечно нет я на сто процентов уверен что у вас дома все условия есть вы прекрасно понимаете что тут малообеспеченные семьи живут у них и так проблем хватает короче переделайте и сделайте как должно быть не то я доведу до сведения прокуратуры и в тюрьме такие условия вам покажутся раем ясно ты все сделал правильно азамат эти подрядчики вообще расслабились их надо по закону на место ставить том-то и дело что это ведь никак не движется он ему лапшу на уши вешает этому этот все как решать рассказывает всем там все это они его слушают головами только кивают и говорят ну мы там все решили он где то зачем вы это я же здесь с вами разговариваю но при этом ничего ведь с мертвой точки ты никак блин все остается на своих местах при этом я не знаю когда это вообще двинется с мертвой точки то есть он только ему блин врет постоянно и все что я да там ладно давайте дальше смотреть ты все правильно делаешь они вообще охренели уже все это же бюджетные деньги мы головой отвечает так что все правильно сделал пусть вовремя по срокам все сдают ни хрена себе все сайт саматович я вас понял только главное потом чтоб мне никто не звонил и не давил на меня смысле не звонил кто на те может давить мы представляем органы власти мы за это отвечаем и за этим следим кто тем звонить будет мне скажи вместе их всех задает ни хрена на место всех ставит ничего не бойся я же говорю мы все главное в рамках закона сайт саматович я вот прямо удивлен от вашей честности и справедливости видимо я вас плохо знал азамат я тебе так скажу я всегда таким на самом деле просто понимаешь я так сказать анализировал присматривался смотрел вот увидел тебя вот в тебе есть потенциал понимаешь себя ты тоже хочешь как и я ты сердцем за народ переживаешь правильно я тоже за народ переживает мы все делаем ради народа азамат у нас район маленький мы же хотя бы у себя на районе в систему можем поменять правильно там чтоб наш народ довольны был вот и все у нас задача маленькая этих коррупционеров давить надо на я вас понял обязательно поменяли вроде умный человек тогда пойду ну верит как дурак ему ну давай работай кстати сайт саматович я хотел спросить у вас этот талгат он чей чья талгат фиг его знает на скатерку я не знаю там не бери в голову господи этих талат ладно но я по факту по факту ненавижу коррупционер просто кто-то моё место хочет забрать и все и поэтому что-то мутит а так я прям народ за народ я слышал у меня кто-нибудь хоть понимал бы хотя об меня не слышит же меня никто я не знаю надо с этим азаматом что-то делать для суши даврин же сказал что у скоро то блять когда его уволят и суки дойдут до наш калатарашки значок будет из нас друзей он сделать подруга чё ты предлагаешь предлагаю нам самим встретиться с этим азаматом подружиться что-либо а как он же честно как ты предлагаешь нам подружиться армана ему сделал такое предложение которого точно не откажется суши чё думаешь проканает уже святоша взятки не берет у нас все берут просто нужно найти подход как говорится 7 раз отмер один раз отреешь бы а это тут причем уже не понял не знаю просто в голову пришлось сказал а если тебе в голову смурфики пришли бы фармакута мне в голову что-то приходит в отличие от тебя все по шеф можно за это я же сказал полчаса меня не тревожит это срочно шеф говори да там это талга мне бомбить говорит это азамат чё там будешь давайте еще одну сука как я задолбался отвечаю поход мне не английский с китайским надо учить а еще язык жестов чё надо говори быстрее подрядчики зон жалуются то этот азамат весь кислород им перекрывает правильно смысле они же наши подрядчик я понял просто есть такое слово бей своих чтоб чужие боялись ой заткнись не делай вид что ты понял значение этого слова просто слушай меня передай этим подрядчиком пусть терпят и работают правильно и мне придется работать правильно хоть это мне непривычно понятно путь чуть потерпит я дальше все решу сам пару месяцев понял понял все давай я это слышь ты тупая башка не разговаривай у меня в кабинете понял от души шеф от души чуть-чуть подождите у нас встреча идет она вот минуту смеем для чего в кабинете удовольствует преть если к нам зайдет многодетная мать сразу выгоняю просто рот свой закрой и слушай не перебивай пожалуйста придет если к нам многодетная мать сразу без очереди и ко мне понятно а если вдруг меня в кабинете не будет запиши что какие проблемы и сразу передавай мне ясно ясно а у нас акция к этому кимати просто рот свой закрой пожалуйста и все и работой все кругом давай-давай-давай вообще-то это мужской талий вообще-то это не твое дело но совещание было охренеть по ходу у нас нос уже в норме и же помощника маким его новый секретарш наш этим узнает охренеть а слава ригма слава ригма меня послать добрый день шеф да 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 ё-моё че из-за происходит там да это цикл в туалете сообщить в туалете не горит чуть-чуть надо потерпеть в смысле терпеть ничего терпила чтобы терпеть терпилка уже заканчивается подожди этот долбич а заматься вместе отчетом трубку не берет столовой обидает столовой он мне чем натуре святой что ли ладно пойдемте ему пожелаем так сказать приятного аппетита чуть-чуть в день бархат нере сами пообщайтесь почему закурю потом на работе еще хотел просто в акимате походить что-то пусть так это ну давай не против садим благодарю ну что-нибудь закажите хотя вы же таких местах не едите ну почему нужно хотя бы компот выпить да официант это самообслуживание а да тогда арман пожалуйста сделай компот мазыки знаешь я думаю мы не с того начали наши отношения понимаешь что у нас были какие-то отношения ну вот и про это я говорю хотя я очень хотел бы иметь такого друга как ты ну я не знаю какой-то подарок что ли тебе сделать чтобы ты остался доволен ну вы сдайте свои объекты по всем нормам и своевременно тогда я буду доволен но ты не понял меня это само собой разумеется сделается но тебе же от этого никакой выгоды нет нет для народа это хорошее согласен для тебя это все самое главное как когда смотри ты статный человек не обижайся но это правда у тебя даже в собственной машине нету или там квартиры там ты че мне подкупить решил? а чем тут подкупить? такой жест ради нашей дружбы это же ну это же получается взятка, правильно? какие взятки? я же чисто я нашей дружбой стараюсь тем более я в зови ничего не прошу ну если мне взамен ничего не надо делать то в принципе я согласен кстати мне трехкомнатная квартира нужна была трехкомнатная? два часа эх, что не сделаешь ради хорошего человека, да? два часа так, два часа сделаем, чики-пуки а кстати квартира где находится? эээ, на востройке, где в прошлой неделе мы сдавали напротив нового спорткомплекса а, это тот объект, который вы полгода назад должны везти да блять там, финансовые проблемы, оно... а все долгать не начинай, я просто спросил ну все, договорились? через два села увидимся все, брат, жду тебя окей это мутит сейчас он им вот за эти вот новостройки-то ну чё, как поговорили? хуенно поговорили вообще, говорит, не ломается, бля, принципиальный такой типа правильно знаешь, как говорится? где деньги говорят там, блять, совесть молчит трешку запросил, прикинь, на нашем объекте трешку? ни хрена у него аппетита да похуй, нам же от этого хорошо очень смотри, позвони пацана прямо сейчас и скажи, чтобы везде камеры поставили на ту квартиру когда мы будем ключи ему давать, чтобы все отсняли и будет он в наших руках будет делать все, что мы ему скажем, сука пойм? ну ты долгая, конечно, гей чё, поехали? поехали также могу предложить вам ханский плов с хозы нет, давайте что-нибудь из мясного есть так, из мясного могу вам предложить стейк из мяса косули вот, все, стейк давай, и что там у вас через? и салат из моцареллы, да, и какое-нибудь дорогое, хорошее вино все хорошо быстро, быстро, да? ну хорошо буквально полчаса назад сотрудники КНВ задержали Акима Каратальского района по данным пресс-службы КНВ он обвиняется по таким статьям как, превышение должностных полномочий, получение взяток а также, по словам местных чиновников, он принимал участие в незаконно выигранных тендерах в раздаче земель под незаконное строительство Акима задержали прямо у себя на районе во время его ужина в одном из дорогих ресторанов приятного аппетита, сука Девушка! Да, слушаю вас Отмени заказ здесь полностью, просто суп какой-нибудь, хлеб дешевый и коньяк дешевый принеси Все хорошо Тебе еще твари не хватало, я его Блин, ну зачем? Да, Заматик Савет Саматвич, вы заняты? Да, если что-то срочное Савет Саматвич, можете приехать на объект? Я вам сейчас местоположение скину Давай завтра, давай завтра, у меня сейчас времени мало Нет, Савет Саматвич, это очень срочно Тем более, журналисты уже тут В общем, я вас жду Че? Кого? Ты че охренел что ли? Трубку бросает, че с журналистом? Да, Заматик, что? Савет Саматвич, я извиняюсь, только что оборвалось Это у меня, у меня, сейчас буду, хорошо Как-то геморрой мне достал уже Господи, как говно пьют Девушка Ну, как бы вот, Розакей Это называется Новая жизнь Это значит, новая жизнь тебе, Розакей В смысле? У нас лозунг такой Салим Групп Купи себе новую жизнь Салим Групп Салим Групп Салим Групп Ну да, Розакей Ну, честно говоря, пока только в черной отделке Ремонт еще не делали, просто не знали, что вы ее сейчас сразу заберете Поэтому не успели подобрать Ничего страшного, это уже мои проблемы Да, да Пойдемте дальше Кстати, Азакей Угу Тут, короче, документы Пока что, так сказать, техпаспорт Ну, мы не знали, на кого оформлять, на вас или нет, мы же понимаем, да? Так что, сами знаете, на кого оформите, вот, держите Ну, вообще не проблема Я на маму оформлю Кому? На маму А, кстати Сейчас, минуточку Вадина Азакей Заходите Ну вот Поздравляем вас с новой квартирой Чего? Это ваша новая квартира Как вам? Спасибо Не, ну, это все хорошо, а коммуналка как она будет платить за такую квартиру? Ну да Азакей Не за что Не за что Не за что Не за что Вот, кстати, я забыл познакомить, это наши партнеры, спонсоры, так сказать, добросовестные подрядчики Вот, вот, у вас варга, рахмите 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 Да, о, дашка Азакей, это ваша родная, она моя? Ну да А сколько она у нас родила? Да, это не важно О, Ставица Матвеич, вы прямо кстати Сейчас, срочно не бывает Да, ну, вот, мы подарили, магльянте, новую квартиру В смысле? Помните? Да, да Ставица Матвеич, спасибо вам большое Я до сих пор поверить не могу. Я думала, вы только ремонт сделаете в старом доме, а то новую квартиру подарите. Савис Аматович, мы так подумали, вместо ремонта лучше подарить новую квартиру. Ну, в смысле, мы квартиру, да, и подарили? Да. Ну, вот и наши партнеры. Талгату Рахмет, Арману Рахмет. Да, я забыл. А Толсон, что вот такая вот у нас просторная квартира, мы хотим больше подарить. Да. Ну, то, что можно. Савис Аматович, кстати, там внизу журналисты ждут. Ну, такое событие. Да, да. Надо будет интервью дать. Все-все, давайте-давайте интервью. В смысле, вы? Не, а я? Не-не-не-не. Это твоя заслуга. Давай, ты сами интервью давай. Вот. Мадина Татья, я думаю, скажет, да, Рахмет, Мадимат. Все, все. Савис Аматович, внизу будем ждать. Хорошо, попозже интервью. До свидания. Что за херня происходит? Да я у вас хочу спросить. Что за херня? Не вот. Сейчас на ровном месте квартиру профукали. А потому что вы долбоебы. Я вам что сказал? Не надо двигаться лично без меня. Теперь вот сосис-сосок называется. Помните они говорят? Что теперь будем делать? Сосать. Это что за херня была только что? Где? В смысле, где? Как где? Зовет? Я говорю, что за херня? Так дела не пойдут. Когда ты это ебаного рода удалилишь, бля? А? Тсс. Подожди, что это? Тсс. Он уже, блядь, достал. Он вот здесь, блядь. Из-за него все наши движения, понимаешь? Тсс, 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 тсс. Аким! Что думаешь, один раз квартиру подарил многодетной маме все, что ли? Может со мной так разговаривать? Хрен вам! Вы поставщики вообще уже расслабились нахрен. Вы давайте субординацию все соблюдайте, понятно? Ты мне не друг и не брат, чтоб со мной так разговаривал. Пошел вон нахрен отсюда. Давай, что сидишь, пошел вон эти. Не брат и не друг, да значит? Хорошо, понял? Так заговорили. Ладно. Цирк устроился, сука, клоун, бля. Эй, базар, фильтруй, сам ты клоун, понял? Где ты цирк увидел? Газят, не пускай его вообще сюда! Нахрен вы таких пускайте? Пусть там по записи заходят, потом я подумаю, пускать или нет. Совсем охренели уже, расслабились. Их надо жестко, бля, кислород перекрывать им нахрен. Всего можете не кричать? Он уже, наверное, вышел с Акимата. Ну ты видел, что он делает, а? Ты видел, как он разговаривает со мной? С квартирой, вот один из квартиры помог многодетной маме, все. Тебе тоже азамат хороший? Нахренат ты его трогаешь? Не давите вы на него? Они же вонючие же. Они завтра начнут вверх вонять. Потом у меня проблемы будут. И у тебя будут проблемы. Не надо их трогать. Зачем нам это надо? Пусть работает, как работает. Нахрен нам это... Работает, ну пусть работает. Просто у них, понимаешь, у них много, как бы сказать... Вот то, что нудо, любая техника есть, оборудование. Они уже на этом рынке давно. Ну и нафиг, пусть работает. Как скажете. Ну просто они мне взятку предлагали. Мне пришлось их проучить. Ну как взятку? Ну и ладно, ты же главное не берешь, правильно? Ты же правильный? Да. Ну вот все, пошли их в шоку и все. Пусть разбираются вот те, кто слушают. И нафиг это все. Ну... В смысле? Где слушают? Ну... Ну слушают же, по-любому. В Казахстане кто-то слушает же, как... А, КМБ что ли? Вот не надо три буквы этой не назвать. Зачем? Зачем мне три буквы назвать? Вот они вот, да. Вот они пусть разбираются нафиг. Они же все видят, все слышат. Как бы... Доверяют люди, министры там кто-то. Им кто-то доверяет же. Вот пусть слушают. Это их проблемы, короче. Нас это не касается. Ну да. Хорошо? Я вас понял. Саид Саматович, нам бы объезд сделать именно по торговым объектам давно не делали. Что там? А чего у нас проблемы какие-то? А там нарушений очень много. Ильяс как-то не справляется, если честно. Ну... Вдруг внезапно сверху проверка приедет. Ну вот... Я, как ваш советник, советую вам сделать этот объезд. Ну... Не сегодня, конечно. Давайте завтра. Не, ну... Если надо, давай. Ты же советник мой. Советуешь мне. Давай-давай. Завтра. Все? До завтра. До свидания. Все, давай. Да, что ты кусочек был. Ух! 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 Да кем может? Не-не-не, сок, сок. Да? Ну смотри. Упадем, носик попадем. Носик? Да. Давай! Угу! Ух! 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 Ашова Ржей, ты знаешь, они всплывают, как подводное лодко. Понятно. Ну ладно, бро, что там? выкладывай не попить позвал на общем есть одна проблема решим такими голосами забоем фактор 2 на фоне вот прикол казахстане тоже фактор 2 слушали не ну там понятно там караоке да ну блин все равно фактор 2 тут можно покопать каждой ноги чё передатели ты его на его место мяч или чё хрит они же упаси господь сейчас же туда никто не метит там это опасно сейчас сажать в начале семена дружить просто двигаться вперед подружиться не получилось короче понятно кто вообще такой зацепки там какие-нибудь зацепил он можно на любого госслужащего найти так сказать они же все там не идеальный он должен поспособствовать все он там все знать надо а это же все там значит а без проблем там что может кислород перекрыть понятие слова не надо сорок я сам могу перекрыть полага уже статья честно статья в общем нужно его уволить и по собственному желанию а то кстати понял ну и решим короче я думаю без проблем все брат от душинский нахмед кстати там братья сказали если чё моя тоже помощь нужна чё там не у нас никого сажать не нужно короче тендер нужно один забрать там да для одной больницы на вашем районе закуп нужно сделать болица это хорошо болица людей лечит это благое самое главное прибыльное дело нужно лекарство одни подороже протащить ну сам знаешь на брат какие проблемы для все решим во все решили лучше друзья девушек это бриллианты я грудь да видел как она намекает вот санна сгусту жмор друзья так друзья давайте за лучшие друзья это игра 12 часов у меня он друзья всем спасибо за просмотр 3 серии мы с вами посмотрели осталось буквально немного осталось 7 серий в 2 видео попытаюсь уложиться с вами был флок всем спасибо давайте